Ребят, всем привет! С вами, как всегда, Джамбу Макс, и вы, наверное, скучали по обзорам на аксессуары Иксбокса. Я тоже. И поэтому в этом видео мы с вами поговорим о таком вот новом руле для вашего Иксбокса от компании Хори. Кстати, компании Хори хочу сказать огромное спасибо за предоставление данного руля. И да, если вдруг вы все еще хотите и не знаете, где найти консоли нового поколения, то советую использовать ей каталог. Здесь можно даже Иксбокс Серия СХ найти. Тут представлена вся актуальная информация о технических характеристиках консолей, сможете найти самые выгодные и доступные предложения на сегодняшний день. Естественно, сможете ознакомиться с отзывами ребят, чтобы понять, какие плюсы и минусы у данной консоли. Кстати, отзывов тут реально много. Ну а еще тут динамика цен есть, которая удобно показывает, как изменялась цена со временем. Также при помощи статей здесь можно более точно выбрать необходимый вам товар в том или ином разделе. В общем, если тебе нужна консоль нового поколения, ноутбук, смартфон или прочая электронная техника, то используй для этого ей каталог, ведь он теперь доступен и в Казахстане. Сразу скажу, что до супер-мега-вупергонщика мне далеко, и я в принципе не являюсь экспертом в устройствах для гонок. Поэтому о данном руле и о том, как он ощущается, я расскажу с точки зрения обычного парня, который иногда просто любит залететь в форзочку или в какие-нибудь другие гоночки. И начну я, пожалуй, с того, что данный руль намного круче, о котором я рассказывал чуть ранее, ну если, конечно, помните. Дело в том, что данный руль относится уже к более премиальной группе, поскольку самое главное отличие в нем от бюджетных вариантов, это наличие компонентов, которые отвечают за силовую обратную связь. Но я думаю, лучше начать рассказывать именно с внешнего вида. Дизайн данного руля чем-то похож на дизайн старой Бэхи, и поэтому вид у него такой стильный и в меру строгий, из-за центральной части, пожалуй. Как мы видим, практически все кнопки расположены на руле. Кстати, их расположение довольно-таки удобное, но не особо привычное для контроллера, поскольку ни крестовины, ни кнопки A, B, Y, X не выполнены обычным образом. И, скорее всего, это сделали, опять же, под некий стиль, поэтому они тут дугообразны и расположены симметрично. Единственная кнопка, которая не была ни на одном обычном геймпаде, так это вот эта вот кнопка, но она отвечает за профиля, и о них я расскажу чуть позже. Что касаемо самого руля, он очень приятный на ощупь из-за вот таких вот накладок, из-за них он не скользит в руках и ладони от этого не потеют, хотя иногда катки бывают потными. Что также понравилось по тактильному ощущению и по визуалу, это металлические переключатели скоростей, удобные, приятные и немножко холодненькие. Крепится руль к столу вот таким вот образом, четко закручивается, имеет вот такие вот прорезиненные, назову их ножками, и в случае, если вы реальный киберспортивный гонщик, этот руль можно и на платформу специально закрутить, ибо тут есть отверстие под болты. В комплекте у нас, конечно же, педали, только у нас теперь их не те, а целых три, и если что, данный аксуар обзавелся еще и сцеплением, и вот эти педали также можно, в принципе, прикрутить на какую-либо платформу. Подключение данного устройства происходит очень просто, педали подключаются к рулю, руль подключается через USB к консоли, и вы, наверное, думаете, что это все, но нет, это не так. Если что, в комплекте идет еще вот такой вот блок питания, который, видимо, отвечает за работу вибрации сопротивления, и он также подключается к рулю, и потом подключается к розетке, и поэтому, если вдруг у вас будет такой вот руль, то обзаведитесь либо удлинителем, либо просто лишней розеткой, потому что его тоже куда-то нужно подключать. После правильного включения, если вы не забыли все-таки про блок питания, ибо я сначала про него забыл, руль у вас должен самостоятельно немножко прокрутиться, и можно начинать играть. Я лично пробовал с этим рулем такие гонки, как Forza Horizon 5, Motorsport 7, Dirt, NFS, и, по сути, меня устроила почти каждая гонка, но самое крутое взаимодействие и, наверное, самое крутое ощущение от игры у меня было в Forza Horizon 5. Там настолько все ощущается, что мне кажется, этот руль прям создавался под эту гонку. Выезжаешь, к примеру, на грунт, и руль просто начинает вибрировать так, что ты ощущаешь почти каждый камушек. Наехал, к примеру, на бордюр одним колесом, ты так же это будешь ощущать. Садишься, к примеру, на более проходимый транспорт, и это ты тоже чувствуешь, но, конечно, менее контрастно, ведь все-таки машина, она более проходимая. И все это в совокупности просто дарит эффект вау. Я до этого не сталкивался в домашнем пользовании с тем или иным подобным рулем, но хочу сказать, что эта вся вот такая вот иммерсивная силовая обратная связь, это очень круто. По крайней мере, за счет всего этого ты начинаешь чувствовать скорость, скольжение, заносы и прочие ситуации на дороге. И все, кстати, делается за счет специального механизма, который находится в руле. И как раз-таки он и создает тот самый форс фидбэк, при помощи которого и чувствуется вся эта тяжесть, заносы и тому подобные вещи. Почувствую, это реально здорово. Кстати, все эти штуки можно настраивать при помощи бесплатного приложения, которое можно найти в Microsoft Store. Там вы можете настраивать и вибрацию, и угол поворота. Да, кстати, если что, руль способен крутануться на 900 градусов. И еще, что мне очень понравилось, он может немного блокироваться в определенном градусе наклона, чтобы вам можно было удобнее ощущать ту или иную гонку. Но если вы вдруг не хотите с этим париться, то можно просто настроить все по стандарту, и данный руль сам может вам подобрать угол под вашу игру. Также здесь вы можете настроить силу сопротивления, и все это настроить под каждый профиль. Если что, здесь их 7, и мне кажется, это более чем достаточно. Это все нужно для таких вот ситуаций. К примеру, ты взял какую-нибудь машину или переключился на определенную гонку, и чтобы это все заранее не настраивать, ты просто нажал на эту кнопку и выбрал тот самый профиль, который отвечает за ту или иную гонку или за ту или иную машину. И то есть тебе не надо каждый раз это все перенастраивать. Это очень удобно, если ты вдруг все настроил заранее. Помимо гонок, мне было очень интересно, как себя руль поведет и в других играх. К сожалению, симулятор фермера оказался без полноценной поддержки, но крутить руль в разные стороны это было угарно. А вот SnowRunner меня очень удивил, поскольку там 100% поддержка данного руля. Руль в этой игре вам подарит только положительные эмоции за счет тяжести и всех вибраций. Конечно, без отдельной коробки переключать скорости и использовать сцепление не так удобно, но это мелочи. Кстати, данный руль хорош тем, что у него 100% поддержка очень во многих играх. Педаль в комплекте, повторяю, что они довольно-таки прочные, они имеют поверхность, при которой они не скользят, и кстати на коварлении даже не скользят. Нажимаются в меру туго и довольно-таки приятные в использовании. Их чувствительность вы также можете, если что, настроить в том специальном приложении. В целом о руле могу сказать, что это очень прикольная штука, если вы заядлый гонщик. Если вы обычный игрок, то данный руль вам тоже лишним не будет, но вас, скорее всего, может отпугнуть цена, поскольку я недаром сказал, что это не бюджетный руль, и он относится к более премиальным рулям. Ну а там, если что, цены практически в таком же диапазоне. Также в данном руле многих может смутить несовместимость с ПК. Да, если что, данный руль будет работать у вас только с Xbox One и только с Xbox Series, не с ПК. Ну и, пожалуй, только вот эти два фактора можно отнести к особенностям, которые многим могут не понравиться. Остальное же у вас вызовет просто восторг, поскольку обратная связь от руля это просто мега погружение в игру, в тот или иной заезд или просто в ту или иную гонку. Единственное, ко всему этому нужно будет привыкать, поскольку игра на геймпаде и на таком вот руле это совершенно разные вещи. Во время каток он у вас будет выворачиваться в разные стороны, и надо будет понимать, в какую сторону его регулировать. Но это, опять же, придет только с опытом и ни с чем иначе. В общем, вот такой вот руль от компании Хори, если вы вдруг им пользовались, то обязательно пишите в комментариях ваше мнение о нем. И если вдруг вам обзор понравился, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до новых встреч. Я поехал. Субтитры сделал DimaTorzok